Будем говорить об этом? Не будем молчать? Не будем молчать. Мы честные люди, мы готовы поднимать любые темы в нашей программе. Так что сейчас одна из таких тем и будет раскрыта абсолютно полностью. Весеннее обострение. Для многих это знакомо. Вот мы сейчас в таком состоянии находимся, все вместе в студии. У нас всегда обострение такое яркое, но весна. Искрит просто атмосфера. А раскрыть нам, наверное, этот термин весеннего настроения поможет наш прекрасный гость, психолог Анна Сергеенко. Доброе утро. Мы всегда с вами с такими необычными вопросами. Что за понятие весеннее обострение? Знаете, хочу начать. Можно маленькая в интернете картинка увидела. Весна, кого хочешь с ума сведет, лед и тот тронулся. Есть, да, что-то в этом? Согласитесь? Ну да. Пошел, вот я буквально. Весеннее обострение, оно бывает, соответственно, разным. Но из чего оно появляется? Из-за того, что день наш увеличивается, солнце становится больше, мы начинаем раздеваться, тепло, всем хочется положительных эмоций. И вот наше настроение обостряется, все наши фибры, да, которые там зрительные, также все это обостряется. И все вот происходит на подсознательном уровне, всем хочется эмоций. То есть у нас как-то меняются даже физиологические процессы в организме? Или что? И физиологические. Вот почему, говорит, витаминоз, да, существует? Весеннее обострение витаминоз, тоже скажем. Почему? Потому что люди начинают худеть резко, весна, раздеваться, девочки, мужчины, приводить себе форму, спортзал. Он просто надолго, это не спортзал. Вот. И за счет этого нехватка витаминов, потому что зимой все это как бы хватало, все спали больше, сна меньше, люди хотят больше проводить время на воздухе. И вот врачи советуют больше цитрусов поглощать. Во-первых, там много витаминов, перец тоже болгарский, и цвет такой яркий, красный, желтый, зеленый. Вот практически с цветом, уже здорово, да. Ну а вообще, может быть так, что стоит, наверное, в некотором смысле и сдерживать вот это все вот эти вот свои позывы-то прекрасные, или нет таких терминальных стадий? Не, ну смотря на что вам хочется творить, конечно. Если вам хочется любить, влюбляться, вы свободный человек, не семейный, да, соответственно, конечно, как говорится, вперед. Мы видим, что девочки уже многие пораздевались, да, как бы короткие юбочки, туфельки даже, я видела уже в туфельках на улице ходят. Всем хочется внимания, любви. Ко мне обратилась девушка, женщина одна, которая замужем, и говорит, у мужчины, у моего мужа уже я вижу обострение. То есть он уже смотрит, мы едем в машине, он уже на девочек посмотрит. Что мне делать, да. Но она, видимо, я думаю, на протяжении уже долгих лет это уже замечает, и уже вот решила на это корню пресечь. Я говорю, вам надо еще после Нового года начать привлекать внимание мужа, потому что после начала марта, где-то ближе к апрелю, у него вот это будет обострение. Она говорит, да, так и есть. Соответственно, я советую женщинам, замужним, да, начать внимание. Мужу, конечно, его нужно всегда, и не только там к весне, чтобы его удержать, а для себя. Это на протяжении, надо всей жизни делать, на протяжении всего года, да, и летом, и зимой, и осенью. Но больше, скажем, хочется всегда перемен весной. И, соответственно, женщине нужно меняться. То есть изменить какую-то прическу, изменить какой-то гардероб небольшой, что-то сделать такое, чтобы муж, и вот эти эмоции, чтобы он получал от своей жены. Тогда он не будет смотреть налево. То есть контролировать мы должны свои эмоции все равно в любом случае. Да, конечно. Если мы не будем контролировать, то, я думаю, хорошее. Дело натворим, да? Да, конечно. Особенно мужчины. О, что это вы на нас сразу всеете? У вас гормоны очень сильно весной играют. У нас гормоны, а у женщины не так, да? Нет, да нет, у всех играют так же. Вы только что видел, да, как Анна такая, сначала, а-а-а-а-а, ну-не-не-не, у нас не играют. Мы очень спокойные девушки. А сколько продлится вот этот период, когда нужно себя как-то маленько контролировать, или наблюдать за своими вторыми половинками, да, или держать себя в руках, вот сколько ждать так? Ну вот по опыту, честно скажу, я вот наблюдала с людьми, которые общалась, обращались так же. Где-то после майских праздников это все утихает. Гаснет. Гаснет, да. То есть люди вот эти эмоции выплескивают, кто-то там влюбляется и начинает уже, ну, успокаиваться, соответственно, влюбился уже, вроде как, любовь есть, уже на других не смотрят, да? Кто-то едет отдыхать, нехватка вот этих тоже, смену надо обстановки и так далее. Я хочу знать, что есть хандра осенняя и есть весенняя. Вот заострить небольшое внимание. И эта хандра, если ее не вовремя не остановить, она перерастает в депрессию. Также есть весенняя депрессия, да, мы знаем, что вот эта вот унылая серость. И весенняя, весенняя хандра и депрессия начинают с того, что человек не получает эмоций, да? То есть женщина, надеющаясь, что она влюбится, не видит этого взаимности и так далее. То есть она вроде на подъеме и на подъеме, а ничего не происходит. Да, 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 нет, и у нее начинает сначала какая-то хандра появляться, разочарование, и потом это приводит к депрессии, к сожалению. Поэтому это и у мужчин, и у женщин, и на работе также, да? То есть сначала мы вроде все как бы такие на позитиве, весна, солнышко, день. Совет хочу дать такой. То есть психолог, знаете, говорит, нужно за волосы вытаскивать себя из вот этой вот рутины. Да, просто вот сами. На самом деле вам не поможет никто, пока вы сами как бы вот за этого не захотите. Поэтому нужно просто настраиваться на положительные эмоции, идти, допустим, в лес, в горы, да, по возможности шашлыки. И если есть возможность, брать небольшой мини-отпуск на работе, ехать куда-то отдыхать, за город, деревню, на море, куда хотите. То есть сменить обстановку, потом не топить себя дальше в этом озере, скажем, болоте. Вот так, не топить. Спасибо за совет. Да, ну что, прекрасный, да, мы термин обсудили, весеннее обострение. Мы хотим, чтобы вы, конечно, контролировали его, и в нужное русло направляли. Творческое. Да, не расплескивали просто так свою энергию вот эту положительную. Сегодня мы поговорили с вами, с Анной Сергеенко, наш психолог, прекрасный гость. Да, ну и вам желаем отличных выходных ближайших. И вот зарядиться этим солнцем, которое ждет вот уже, вот, вот уже. Ну вам спасибо за хорошее настроение. Солнечная погода, спасибо и вам. Весна просто в студии утреной эмиссии. Хорошая весна. Весна вся. Немного рекламы, а потом весна продолжится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.